всем привет с вами макс гинтер и мы продолжаем играть hard west предыдущей серии мы благополучно смогли в общем-то спасти своих друзей из плена вот какие-то бандиты были а собственно как все получилось мы в общем отправились вчетвером за каким-то кладом вот за сокровищем поэтому это очень скоро стало известно многим плохим людям и они решили нам помешать и даже составить конкуренцию нам удалось собственно с ними разделаться благополучно вот у нас сейчас стоит перед нами задача во-первых найти людей во вторых провизии раздавать ну давайте сходим в деревню может там есть какие-то люди или хотя бы еда судя по всему нищая деревня отлично подходила для найма людей 50 человек выразили готовность вступить в экспедицию работать бодраками у вас киса за это они попросили 500 долларов сумма была приличная но они знали что выбора в экспедиции нет так ну не знаю давайте он меньше не можем сделать escape не работает поэтому давайте наймем их собственно раз сделку включить человек наблюдавший издалека приблизился как-то к отряду и предложил свои услуги стрелка и командир он сказал что его зовут дэвид о коннелл и что он хорошо знает местных он видел что приключение сам по себе награда но и от доли в добыче экспедиции он не откажется на вопрос вас киса на вопрос вас киса откуда его знать откуда ему знать что коннелл не наемник ла фортуны то ответил они за меня поручатся указывая на нескольких вещащих на деревне на дереве людей ла фортуны за кариас считал что это рискован диего лишь пожал плечами заметил что они обречены любом случае вас кис не скрывая своего энтузиазма согласился принять оконула в компанию коннелл заверил их что они не пожалеют о своем решении так но кей нашли людей 50 человек давайте сходим в домик на ферме глушение нашли запущенную но еще действующую ферму когда они приблизились к ней фермеры взяли в отряд отряд на мушку но диего нашел нужные слова чтобы успокоить их опасения впрочем гостеприимные фермеры гостеприимные фермеры не стали так вас кис попробовал купить провизию сын владельца сделал одно единственное предложение и предупредил что торговать торговаться не намерен 300 долларов за группу за груду еды на которую он показал стволом нечет не знаю как то меня в этом в этом в постоянно кита при чтении возникают недочеты вот поэтому особо там по этому поводу очень не расстраивайтесь я постараюсь считать повнимать не знаю может быть текст так может быть что-то еще но как-то других игр такой у меня нету ну ладно вас к согласился 300 баксов человек принял деньги и удалился сказав что если нужна будет еще и да можно снова обратиться к ним так за 300 взяли еды еще раз за 300 купить не сможем так куда еще можно сходить соберитесь в лагере ok и лагерь вот он идем вас кис сказал своим людям встать лагерем в руинах новой задачей группы было найти способ пересечь реку инквизитору тем временем оставил все хуже прежде чем продолжать поход его надо было заштопать и отправить назад текущий главный лагерь экспедиции где находятся припасы и металлоки а также все районы это описание лагеря собственно так тут можно несколько вариантов наверху у нас следующие задачи используйте разведчиков чтобы узнать как переправить через реку пройти инквизитора безопасное место позаботиться ранах инквизиторы так они решили отправить разведчиков они проверили здоровье людей они проверили здоровье членов отряда они подумали устроить охота нет проверили давайте сначала проверим сервант с инквизитора бредящий и страдающий от открытых ран сервантас мрачным промотал проангелов демонов ворочась в лужи крови и пота его можно было отослать назад таком состоянии но логичнее было бы сказать дать закариусу закариасу за что путем они проще думать каком отнести сервант следующий город так вылечил инквизитор где бутылка спиртного у вас пока нету так не нажал отправить разведчиков ну ладно смотрим можно было послать разведчиков осмотреть места на исследование берега реки были отправлены разведчики потребовалось 6 порций еды на запад были отправлены разведчики давайте отправим туда и туда вдруг они обнаружили сломанный пароход более того ниже по течению бутылки нашли старую пристань она отлично подходила для переправы через реку на плоту текущий главный лагерь экспедиции где находятся припасы а все пони так давайте еще отправим на запад принцип 6 порций не так много разведчики нашли ниже по течению место которое отлично подходило для ловли рыбы и мытья золота также они заметили старую лесопилку там можно было добыть древесину еще судя по всему в тех местах можно было неплохо поохотиться так окей они проверили здоровье людей давайте проверим вот такие были с добрым здравия не нуждались медицинской помощи это радует они проверили здоровье членов отряда некоторые члены отряда страдают от сильных ран требовавших лечения так давайте подлечь им по 25 порций еды ну блин ну она того стоит собственно иначе долго мы не протянем так окей здоровье людей норме члены отряда в норме давайте устроим охоту там наверняка еще жрачки найдем вас кис подумал отправить часть бутылков на охоту в окрестностях лагеря хоть эти земли были относительными запасные зверей там оделось немного так 6 6 рыбы драков отправили или отряд отправился давайте на отряд отряд добыл на охоте несколько крупных зверей вернулся большим количеством это замечательно так нам быть теперь собери 40 кусков древесины так где и собирать того древесину и вождет деревню восточный лагерь восточный берег реки господи судя по всему это место отлично подходило чтобы мыть золото из реки отряд что заняться мытьем золото сам рискую пораниться 8 метрокам поручили намыть давайте 8 метроков какие успешно нам или 13 принципе я давайте может быть еще а еда тратить да слушать тратить действительно и люди тоже тратить так обломки поезда на берегу реки лежал сломанный проход судя по всему уже несколько лет хоть он если не поезд и проход хоть он был давно уже разграблен с него еще можно было собрать древесину для плотов так и отправили людей поездка часов со сломанного корабля были сняты все до единой пригодные доски так это все да магазин трапер давайте сходим а видите у нас получается 42 здоровых бутерака 18 порции еды 8 7 типа ранних а пока что никто не умрет рэду так она была сторона нужно две банки спиртного бутылки точнее пистолет какой-то прикольный странно выглядящий эликсир бомба блин а дышь спиртное туманзите так домик на ферме так давать еще и декором так лучше не нашли запущенную чудесно все понятно старая лесопилка давайте еще один бревен не собираем рядом с лесом отряд нашел старую заброшенную лесопилку хотя ею не пользовались много лет она могла оказаться полезной для экспедиции васкиса так можно обыскать лет можно проучить рубить дерево деревья можно устроить охоту давайте наверно обыщем лес ласкис подумывал отправить людей в ближайший лес на поиски чего-нибудь полезного кроме еды чтобы собрать эффективный поисковый отряд требовал 6 человек у них были все шансы он собраться невредимыми давайте отправим двое двоих еще в ходе поисков люди обнаружили оружие оставленное то ли беспечным охотником то ли бандитом оружие не самое лучшее но тем не менее вполне полезно так ну давайте наверное отправимся деревья валить так серьезный риск травм ну блин что делать то и всего двое из них нам осталось всего 8 древесин и мы сможем переправиться давайте еще отлично древесину собрали давайте теперь еще на охоту наверное сходим для таких действий экспедиции было достаточно провизией древесины продолжать но это бы повысило бы риск в общем ну давайте то не будем так а это что такое торгует судьбой опять опять карлик о во горячительное нам нужно своими зловатыми руками как достал несколько бутылок виски окей так а мы все купили получено две бутылки виски или одна все три даже так давайте подлечим тогда васкиса сначала вот тут посмотрим западный берег реки это огромное место я вам строил для мытья золота однако река кишила грекодила на другой стороне риск вполне мог того стоить давайте 8 так а если там целый отряд так отлично там бункит греши да так давай сначала подлечим блин еды вообще нифига не осталось жесть давайте на охоту нормально так все влечим серванц отдыхал теперь когда с ним поработал Закариас его состояние улучшалось но по путешествиям он все еще не мог так ну и пускай его в город отнесут бутылки пора бы так если расправлялись с серванцем он с филосом в глазах и воплями звал Васкеза укрепившись за ружье Васкеза как утопающий он кричал что можно следовать за красной звездой Диего грустно покачал головой Закариас подняли Васкез это отчаянный взгляд инкузиторы Васкез не забудут никогда Васкез ну мы то уже знаем собственно что он блин выжил тут так давайте может попробуем опять эти жрачки прикупить да домик на ферме так отлично и давайте попробуем опять вернуться и подлечить тех кто собственно ранен так пускай все вообще будут 10 бутраков ну нормально так так и отправим на охоту так и давайте еще отправим на охоту опять отряд Диего Диего под влиянием все было готово можно было начинать операцию однако на сооружение плотов погрузку на них людей и припасов требовалось времени Васкез чувствовал что их уже обнаружили он и его отряд приготовились стоять в карауле пока батараки строили и загружали плоты окону вызвался надзирать за батаряками вместо несения караула они начали операцию начало операцию окон отправился с батаряками окону отправили ну пускай отправим так видимо сейчас на нас нападут там что у нас тут в оружии Диленджер винтовка винтовка всех по Диленджеру урон 5 урон 3 вы запас один самая малая дальность молниончик это отстойная самом деле 3 боезапас 2 и 2 но это одинаково все верим же на самом деле так ладно давайте распределим во первых эти вот все штуки бутылка спиртного у нас есть еще у нас есть двойной дробовик окей кому нам дробовик отдать у этого у них одинаковые так 5 1 а у этого 8 1 давайте наверно вот собственно диего у нас быстро бода на выходить тогда и с винтовкой так счастливая монета лет кричать так они удачу да повышает вообще максимальная удача по-моему на рикошеты нужно вся эта тема поэтому мы вот этому чувачку дать себе дадим бутылочку спиртного так и давайте карты раскидаем чё у нас есть вы чуть на количество на врагов вам как-то удается находить на трупах врагов лучшее мире оружие но в принципе у него уже есть неплохое оружие поэтому я думаю это надо отдать наверно нашему собственно вас кису так король туз десятка рикошет оставляем он хорошо стреляет король за пуслезе раненых врагов так ну вот было бы неплохо было так вот сделать пару кролик будет а этому давайте может быть ну его нафиг 4 передвижения у этого еще не дробовик он собственно этим и довольно я думаю ладно начинаем бой посмотрим что как вас кис должен был сдерживать людей ла фортуны пока не буду загружены платы только бутыраки принялись грузить платы как напали люди ла фортуны васки с командой задерживали и приятели сколько могли тем временем бутыраки продолжали перетаскивать припасы так ну что ж сколько этих так задача сдерживать и бандит пока не будет загружена основная провизия 6 ходов держать и бандит пока не будет загружены пола еще а восемь это наверно вообще в принципе излечить используя медикаменты осталось два необязательно и так начинаем мы уже можем палить кого-то да я думаю нам лучше распределить по флангу фланги распределить то есть два стрелка лево-право центр будет чувачок с дрободаном я думаю будет так оптимально на самом деле как я большая а слушайте можем забрать припасы в медицинском прикольно так хотя бы не не знаю вообще у тут тут по идее тут должен быть но пускай у нас снайпера такой матерый этот вот который еще и сна будет вот тут торчать правый фланг я думаю сможет еще задержать так рикошет что тут пока не видно кстати печально потому что ликошет а вот видно смотрите-ка ну отлично один минус промахнулся а тут что-то еще до можно взять ну да так этот нас никого не видит поэтому я не знаю давайте его поближе подтянем на свой страх и риск давайте вот это вот промах так видуля блин еще один промах везло кстати у нас такой получил что мы очень хорошо распределили дробовик ну потому что у этого чувачка у них 7 жизней у этого но это правда тоже 7 но он стрелок ну в принципе у них всех по 7 я думал там как-то поменьше будет так ну чё долго выходить то будете товарищи чего в этих еще не можешь так дроба да дроба да давай-ка вот так попробуем красава почти два их кокнул так огонь блин промазал так это как дурачок он походил перезарядил на что он не сможет вообще сейчас ничего сделать это радует тем временем мы сейчас тут слева дойдем до этих ящиков посмотрим чё там я вот правда боюсь пока что заходить внутрь сразу прям мало ли там враги кого-то уже спалил а это он этого палит да ну блин давайте подойдем вот сюда хотя бы у тебя уже кто-то стоит шикарно такс ну пускай он там стоит хотя его можно в принципе и поближе подтянуть вот сюда вот давайте его поставим надеюсь надеюсь что слева этот чувачок сейчас на нас не согрится блин было бы очень круто вот этого рикошета его долбануть бы но он мне кажется не сможет дверь открылась сеть ух ни хера себе пипец не давайте пока что блин было конечно открытие по стелсу наше не видно ну ладно что сделано то сделано в принципе этим можно тоже двигаться вот сюда вот к этой штуке так справа одного бомжа я и а чё такое выпадает блин ну давайте вот сюда его поставим длину ух ты га там их трое или двое пец это как это он так прострельнул через дом на то молодец эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ так и чему забрали отсюда это хрень не нужны наш я уж буду у нас жизни 5 попробуем отлично шикарно а он так стреляет бред какой-то его не встать в доме там даже окун нет хрен тебе ближто припасы были погружены можно было отправляться давайте еще наверно попробуем два года индикоменты то куда бежать где а вот эвакуация так давайте потихоньку отступать и попробуем продержаться еще два года надеюсь мы справимся кажется у нас самый раненый этот чувачок у него всего три жизни осталось меня это беспокоит так а ты сможешь две разу стрелять нет хотя какой нам смысл если у него винтовку ваншотница да если мы их двоих раним выждать один из них прямо добежит и ударит а так мы сейчас дома кухнем надеюсь вот шикарно блин только бы не убила фух повезло кто выходит я слышу так вот сюда давайте встанем ну-ка черт шикарно красава вообще так этого тоже давайте потихоньку двигайтесь сюда вот его сейчас поставим поставим и потом на улочке все уплывем и на и на в 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 вот взять, да, отсюда, блин, не знаю даже. Может, рискнут опробовать выполнить эту миссию тоже. Ах, была не была, давайте опробуем. Только сейчас этого сныкаем куда-нибудь. Раненого. Вот сюда вот куда-нибудь его поставим. Вот сюда вот даже за бочку нафиг. Вдвоем со снайпером пойдем туда. Так, ход фрага. Вот только жареным запахнет, тогда свалим, если ничего не выйдет. Схерена себе. Так, давай подальше забейся в угол. В принципе, можно его поставить куда-нибудь сюда, чтобы он этих на лонгшотах гасил. Или его, не знаю, хотя бы куда-нибудь вот сюда вот. Вот так давайте его поставим. Вот так было бы отлично кого-нибудь загасить. Так, ну ладно, ничего, перезаряжено. Да, все, давайте завершать ход тогда. Пипецок там был. Что-нибудь туда сюда ходят, там двойки. Так, а если нам пойти через этот вот домик с сюрпризами? Гаси, дедуля. Так, этот все пока. Этот сидит. Ой-ой-ой-ой. Все, я понял, как у нас то агасил, он просто был на верхнем этаже. Вот что. Так, ну и пускай там прощевает. Единственное, да, он так видит. Встанем пока вот сюда вот, чтобы он был вне зоны видимости. Чтобы мы были вне зоны видимости от него. Врагов мы не обнаружили. Так, ну ладно, давайте сюда. Так, пока не алло. Так, а если кашетам мы выбрались. Ну блин, там же видно было этого ублюдка. Ну ладно. Конец входа. Так, он наверху, поэтому... Так, отлично. Все сделали, теперь пора валить отсюда нафиг. Как делать ноги. Как говорится. Блин, жалко, вот его не видно. А он сникался. Ну ладно. Так, конец входа. Сразу сюда валим. Сюда валим. Так. Офигеть, круто. Такой дальний будет забег. Так. Так, этот типс, он у нас самый раненый, поэтому он пойдет в конце. Этот будет прикрывать. Первым опять пойдет наш... собственно, глава экспедиции. Поэтому давайте еще один ход пропустим, а он сейчас пойдет первым. Так. Ну давайте потихоньку, ладно, не будем борщить. Там у нас снайпер палит, да? Ничего не получается. Почему? Хоть можно вот так разговаривать. Смотрите, меня тоже тут не видно, к сожалению. А если обратно? Неа. Так, ну ладно тогда. Так-с. Ну шо ж, давай. Делаем ноги. Этого может быть сюда вот. А он сюда не дойдет, наверное, да? Блин. Нет, давайте пока обождем. Нахер. И вот тут не видно уже, да? Потом можно другую тему сделать. Смотрите, делаем рикошет. Тугоди-ка, че? А, ну, ладно. Сука с такой. Э, че, я вообще-то так не хотел ходить. Так, ну ладно. Будем надеяться, что нас не... Завалит. Завалит. Все отлично. Ну вот, таким макаром прошли. Нас сегодня ранены, и мы выполнили вообще все условия. Неплохая миссия, достаточно интересная. Так, мы таким макаром переправились через реку. С чем я, собственно, вас и поздравляю. Вот я отступил персонаж Дэвид О'Конн. У тебя сегодня какой-то... Такой отталкивающий типок, на первый взгляд, на внешность, в общем. И у нас целых 400 еще золотых. Так, ну ладно. Продолжим в следующей серии. Оставляйте комментарии. Если вам понравилось данное видео, ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на канал на ютубе. Вступайте в группу ВКонтакте. С вами был Макс Гюнтер. Всем пока.